Новости Двухчасовая пасхальная служба прошла в стенах нового храма святого великомученика Артемия в Михайловске. Его возвела строительная группа «Третий Рим» специально для жителей района «Гармония». Меньше двух лет назад на этом месте был лишь первый заложенный камень. Храм быстро полюбился многим горожанам, в том числе тем, кто живет далеко от района. Постоянно сюда ходим. Нам здесь нравится. Еще только строительство началось, когда купола ставили, мы здесь тоже присутствовали. Чудесно. Я такого храма не видела еще. Очень хороший, красивый. Быстро построилось, да. Очень красиво все. Мы не только в церковь. Мы даже приходим сюда просто прогуляться. Нам нравится. И мы всегда ходим. Мы вот вдвоем. Были мы и в Питере в храмах, и в Москве. Иконостас деревянный, то есть далеко не везде есть. И такое, что блитой. Ну, очень понравилось. В храме, как в музее. Именно так отмечают прихожане. Иконостас, предметы церковной утвари, полностью выполнены из резного массива дерева. Вот что отличает этот храм от многих других. Когда мы дали обязательства и сказали, что там в течение года мы его построим, мы еще даже не понимали, наверное, о том, что столкнемся с внутренним убранством. А когда столкнувшись и понимание, что потом кроме стен еще будет внутренняя отделка, еще будут алтари, будут иконостасы, киоты, то, 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 само по себе как бы родилась идея, почему что-то не сделать необычное. И благодаря, наверное, Господу Богу и хорошим людям, которые с нами работают, это наши сотрудники, мы вотворили это в жизнь. Митрополит заметил, в России и в некоторых соседних странах всего в прошлом году возвели 1300 храмов. Сегодня они все заполнены. Это значит, что жители нуждаются в новых церквях. Так что пока люди наполняют храмы, значит, людям храмы нужны. В микрорайоне, тем более, в котором предполагается 100 тысяч жителей, извините, да, на 700 гектарах земли, это огромный объем земли, огромный объем жителей. Конечно, даже, я считаю, должен быть не один храм, а здесь должно быть, ну, храма 3, 4, 5, так сказать, это однозначно. Поэтому сердечно благодарим еще раз Сергею Анатольевичу Захарченко и всех тружеников за этот прекрасный храм. Сегодня храм великомученика Артемия уже стал объектом для маршрутов выходного дня ставропольчан. Его торжественное открытие намечено на начало мая. В честь этого планируется крестный ход и богослужение с участием митрополита. Тамара Гадумская, Александр Лукешко, АТВ Ставрополь.